Итак, начнём. Олигометастатическое поражение печени. Ну, вообще, сам термин, он придуман в 1995 году, но совершенно очевидно, что хирургия метастатического рака существовала задолго до. Так, при подготовке к этой работе мне удалось натолкнуться на работу 1939 года с красноречивым названием «Аденокарцинома почки с метастазами в лёгкие, леченая путём нефректомии и лобоктомии». Ну и переходим непосредственно к метастазам в печени. На таблице представлены большие серии резекций метастазов в печени. Мы видим по годам, вот обратите внимание на третий столбик, на четвёртый, пятилетнюю выживаемость. Мы видим по годам, как меняется пятилетняя выживаемость этих пациентов. Это связано с рядом факторов. Ну, безусловно, это химиотерапия от фторурацила с лейковарином к иринотекану и оксалеплатину, затем и к таргинным препаратам. Кроме того, безусловно, диагностика. Мы начинали с интероперационной ревизии брюшной полосы и случайного обнаружения печени, затем ультразвук, ультразвуковое исследование, затем появилась компьютерная томография, МРТ с гепатоспецифическими препаратами. И, безусловно, это всё позволяет более точно диагностировать образование в печени и более точно ставить показания к хирургическому лечению. Ну, а последняя строчка – это данные Международного регистра по метастазам в печени. Огромное количество пациентов, вы видите, почти 25 тысяч. И итоговые цифры пятилетней выживаемости – 42. Это несколько ниже, чем лучшие показатели. Однако нужно учитывать, что здесь собраны данные за десятилетия. И те цифры, к которым нам нужно стремиться сейчас – это порядка 60% пятилетней выживаемости и порядка 25% десятилетней выживаемости. Ну и далее. Наступил 1995 год, и Хельман и Вейшельбаум из Чикаго, соединив имеющиеся на тот момент гипотезы распространения рака, это гипотезу рака как первично-системного заболевания и гипотезу постепенного распространения, вот придумали такой новый статус, который назвали олигометастазами. Вот здесь дан такой мой вольный перевод их оригинального текста. Мы предположили, что метастазирование имеет промежуточную стадию, при которой распространение может быть ограничено определенными органами, и метастазы могут быть представлены в ограниченном количестве. Устал говорить даже. Практическое значение – это гипотезы, это то, что локальные методы лечения могут быть эффективны у пациентов с олигометастазами. Ну и что же такое олигометастазы, что мы думаем? Ну, во-первых, вот то определение, которое предложили авторы, на мой взгляд, достаточно размытое. То есть мы считаем, что нет точного определения. Разные исследователи разное количество метастазов считали олигометастазами. Кто-то 5 метастазов, кто-то 3 метастазов, не более 3 метастазов. Факторы развития олигометастазов и биомаркеры не выявлены. Хотя ведутся работы в этом направлении, и есть большие сдвиги. Возможно, что в ближайшем будущем мы получим возможность информации о том, по какому пути пойдет развитие метастазов в печени. Ну и надо сказать, что в среде хирургов термин олигометастаза не очень прижился. Если в любом медицинском поисковике набрать олигометастазы, то мы увидим огромное количество статей касательно радиотерапии и очень небольшое количество статей от хирургов. В нашей практике постоянно мы пользуемся в большей степени термином резектабельные метастазы печени, или нерезектабельные, или погранично резектабельные. В англоязычной литературе часто встречается термин «live only metastasis», что соответствует русскому аналогу «изолированное поражение печени». Но вот тем не менее, несмотря на эту критику, концепция олигометастазов принята в лечении колоректального рака, и практика подтверждает, что действительно у отдельных пациентов может быть вот этот олигометастатический статус. Но, к сожалению, это подтверждение носит такой ретроспективный характер. То есть мы оперируем пациента, удаляем первичную опухоль, там сразу или через какое-то время удаляем метастазы или метастазы в печени, или через пять обнаруживаем, что у пациента нет прогрессирования. И мы можем сказать, занять числом, что да, у этого пациента был истинный олигометастатический статус. Но бывает и обратная ситуация. Сейчас несколько иллюстраций. Снимков мы видим большой, огромный, можно сказать, метастаз в правой доле печени. И этому пациенту выполнена гемогипотоктомия. Следующий вариант. При первичном исследовании выявлено три метастаза в печени. Явно олигометастатический характер не более трёх, да, как мы говорили. Однако при проведении, на фоне проведения системной химиотерапии, у больного появились множественные белобарные метастазы. И диагноз олигометастатического статуса был отменён. Это данные из международного мультидисциплинарного консенсуса по лечению метастазов колоректального рака в печени. В вводной части говорится, что четвёртая стадия у больных с колоректальным раком на момент установки диагноза встречается у 20-25%. Из них у 15-20% это метастазы в печени. При отсутствии лечения, то есть при симптоматическом лечении, однолетняя выживаемость менее 30%, пятилетняя менее 5%. Причём при синхронных метастазах вот эта пятилетняя выживаемость 3,3%, а при метахронных практически в два раза выше, 6,1%. Что позволило сделать вывод о том, что синхронность это фактор худшего прогноза. Ну и кроме того, констатировано увеличение частоты синхронных метастазов, а также даны определения синхронности, которые, в общем-то, отличаются от привычных нам. Предложено синхронными метастазами считать те метастазы, которые возникли либо до, либо во время установки диагноза. Метахронные метастазы – это от 0 до 12 месяцев после лечения первичной опухоли, ну а всё, что после 12 месяцев – это поздние метахронные метастазы. Ну и какие же у нас имеются варианты локального контроля метастазов в печени, кроме хирургии, которую я сегодня представляю? Это аблационные методы, радиочастотная аблация или микроволновая аблация. Это очень бурно развивающаяся сейчас и популярная стереотоксическая рентгенотерапия. Это локореагионарные методы – внутриартериальная химиотерапия, внутриартериальная радиотерапия. Ну и, вероятно, вообще всё, что можно вводить в печёночную артерию, туда можно вводить. Разумеется, комбинация всех этих методов. Ну и на вершине всего этого трансплантации печени, которая ещё недавно считалась противопоказанной при метастатическом поражении. Но в последние годы, в связи с развитием переоперационного лечения этой категории пациентов, были показаны неплохие результаты. В частности, одно из наиболее известных исследований – это норвежское исследование, специалисты из Осло. Они показали, что при нерезектабельных метастазах в печени трансплантация печени может дать пятилетнюю выживаемость до 60%. Несколько слайдов для иллюстрации нехирургических нерезекционных методов. На данном снимке химиотерапия, разумеется, химиотерапия, куда же без неё, плюс радиочастотная аблация. Показан полный регресс, полное отсутствие метастазов. Этот слайд, наверное, любезно предоставили наши коллеги из центра имени Гранова, доктор Козлов и доктор Поликарпов. Мы видим крупный метастаз правой доли печени. В результате химиоэмболизации печёночной вены размеры метастаза существенно уменьшились. Я не знаю дальнейшую судьбу этого пациента. Очень надеюсь, что его подвергли хирургической операции. Но, к сожалению, вот таких настоящих серьёзных альтернатив хирургическому лечению в настоящее время нет. На вот этом графике Каплана-Майера показано, красная линия – это пациенты, которые перенесли резекцию печени. Большое очень количество, 25 тысяч пациентов, это на круг, 42% – пятилетняя выживаемость и 25% – десятилетняя выживаемость. Что касается пациентов, которые не подверглись резекции печени, это зелёная линия, то мы видим 9% пятилетней выживаемости и отсутствие десятилетней. Ну и некоторые вещи, которые… это специально хирургические, может быть, клиническим онкологам, которые в основном смотрят данную трансляцию, будет это тоже полезно знать. Возможно выполнять одномоментно резекцию первичной опухоли и резекцию метастаза в печени. Однако, вот согласно рекомендации международного консенсуса, не рекомендуется выполнять одномоментно обширные резекции печени. И рекомендуется проводить их у пациентов либо в виде атипичной резекции, либо с резекцией менее трёх сегментов. Поскольку симультанные обширные резекции печени показывают высокий уровень осложнений. В нашей практике мы выполнили ряд операций гемогипотектомии одномоментно с удалением первичной опухоли, то есть это обширные резекции печени. И для себя мы решили, что при правильном отборе больного вот такие операции не приводят к увеличению количества осложнений. Ну и далее, двухэтапная резекция, когда удаление первичной опухоли и метастазов разнесены во времени, интервал составляет 2-3 месяца. За это время удобно провести либо химиотерапию, либо лучевую терапию, в частности для рака прямой кишки. Здесь возможны два подхода. Так называемый стандарт-аппроуч, когда сначала удаляется первичная опухоль, а затем метастаза. И реверс-аппроуч, или часто это известно под названием liver-first-аппроуч, когда сначала удаляется метастаза, а затем первичная опухоль. Этот вариант подходит также для рака прямой кишки, когда нам требуется провести лучевую терапию перед удалением первичной опухоли. И это также вариант используется в случаях, когда имеется бессимптомная первичная опухоль и нерезиктабельные метастазы, которые в процессе химиотерапии превращаются в резиктабельные. Тогда действительно бывает удобно удалить сначала метастазы, а потом спокойно заниматься лечением первичной опухоли. Ну и необходимо отметить, что действительно первичная химиотерапия должна длиться не более двух месяцев, потому что чем дольше химиотерапия, тем больше риск послеоперационных осложнений. И после шести месяцев химиотерапии, особенно с использованием оксалеплотина и иринотыкана, риск послеоперационных осложнений существенно возрастает, потому что печень имеет совершенно другое качество, чем у печени здорового человека или человека после небольшого количества циклов химиотерапии. Здесь некоторые данные относительно свежие исследования. Вот стандарт-аппроуч и стратегии liver-first. Большое количество пациентов 653, но неравномерно. 587 стандартный подход и liver-first-аппроуч 66 пациентов. Тем не менее, показаны примерно похожие данные. Там были небольшие различия, однако без статистической значимой разницы. И заключение авторов – это то, что обе стратегии продемонстрировали одинаковые онкологические результаты. Классический снимок, огромный метастаз в левой доле печени, химиотерапия, на фоне химиотерапии стабилизации и левосторонняя гемегепатоктомия. Факторы плохого прогноза. Я вижу, у меня полтора минуты осталось, попытаюсь побыстрее. Это край резекции. Вот работа относительно недавняя исследователь с красивой русской фамилией Павлик. Пятилетняя выживаемость 58%, однако у пациентов с положительным крайом резекции печени всего 17%, а с отрицательным 63%. Это наличие более трёх метастазов – это белобарное поражение печени, это N+, то есть поражение лимфатических узлов при удалении первичной опухоли, высокий уровень ракового эмбрионального антигена, молодой возраст пациента, короткий интервал между удалением первичной опухоли и метастазами. Чем быстрее появляются метастазы, тем хуже результаты. Ну и, разумеется, классическое отсутствие ответа на химиотерапию. Ну и, разумеется, разные исследователи, которые занимаются этим проблемой, все пытаются как-то классифицировать, создать шкалы. И я покажу вот одну шкалу, которая на меня произвела впечатление. Это японская шкала. Три стадии метастазов печени – стадия А, Б и С. По вертикали – это N-статус пациента и ЕМ1. Последнее – это наличие экстрапечёночных метастазов. По горизонтали комбинированы показатели, состоящие из размеров очага в печени и их количества. HT1 – менее 4 узлов размерами менее 5 сантиметров. HT3 – это 5 узлов, более 5 узлов, размерами более 5 сантиметров. А всё, что между этими, это относительно к категории HT2. И вот мы, ведя курсором между вертикалью и горизонталью, мы получаем стадию А, Б или С. И авторы вот этой шкалы показали, что при стадии А практически 55% пятилетней выживаемости, при стадии В – 31% и при стадии С – не более 9%. Ну и в заключение, по традиции, короткие данные собственные. Мы не являемся специализированным гепатохирургическим отделением. Таких операций у нас выполняется не очень много. За 5 лет мы выполнили порядка 125 операций на печени различных. То есть это порядка 25 операций в год. Благодарю за внимание.